Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вчера я начала показывать, как я делаю подкормки своим томатам в открытом грунте. И уже с первых видео вы, вероятно, поняли, что все томаты разные, и они нуждаются в различных подкормках. Вот вчера я показала, как на одной грядке есть совсем хилые, а есть в хорошем состоянии. И вот я вчера же показала, сегодня выложила видео, как я подкармливаю самые хилые томаты, которые не растут, даже еще не зацвели, стоят в одной паре, не наращивают зеленую массу. Я сказала, что им нужен азот, подкормила их комплексным удобрением, вот теперь жду. Это был самый худший вариант, который у меня есть в открытом грунте. Сейчас я покажу самый лучший вариант, который у меня есть в открытом грунте, которым не нужна подкормка азотом. Объясню почему. И которым достаточно всего лишь в лунку добавить одну ложечку золы. Этого будет, для них достаточно, они сами хорошо выросли. Вот у меня между теплицами, сейчас я покажу. Вот у нас тоже можно назвать его как технический проход, или что вот две теплицы, между двумя теплицами. Мы оставляем расстояние для схода снега. Тут с одной стороны с теплицы сходит снег, там с другой стороны. И вот эта грядка у нас остается, ну как раз такого размера, что 4 ряда томатов я высаживаю. Вот эти томаты я высадила. Чем они отличаются от тех? Я их высадила уже после холодов, они не пережили холодовой стресс, но до жары. Они успели укорениться до жары, и посмотрите какая разница, какие они стоят толстые бамбуки. Вот мой мизинчик, видите, ствол уже толще мизинца. Все они хорошо цветут, у них хорошая зеленая масса. Все они своим ходом дошли до такого состояния, ничем я их не подкармливала. И вот они в корне отличаются от тех, про которые я говорила. Ой, они хилые, они слабые, они нуждаются в поддержке, в помощи. Эти ни в чем не нуждаются. Еще добавлю, почему я их сейчас не буду подкармливать. Потому что весной я в грядку добавляла и перегной, и рыбную муку, и золу. Получилось, что комплексное удобрение весеннее я им дала. Сейчас, что я с ними буду делать? Так как им не нужен азот, комплексное удобрение сразу отпадает. Я просто добавлю по ложечке золы в каждую лунку. Вот для таких томатов это будет достаточно. Потому что сейчас во время цветения, во время плодообразования им нужен фосфор и калий. Эти томаты я буду удобрять без азота. Я беру вот так и из раздаточной тарелки просто по одной ложечке добавляю в лунку. Потом я возьму матышку и я вот так, как вобью в грунт. Я вообще сегодня не собиралась их удобрять. Но так как ночью прошел дождь и дал мне шанс без подготовки грунта. Обычно же надо было поливать грунт, чтобы он был не сильно пересохший. Вот грунт влажный, я быстренько все тут прополола, прорыхлила, подготовила к подкормке. Сейчас разложу золу, еще раз прорыхлю и сверху сделаю полив, чтобы зола ушла туда, в корневую систему. Можно дать ложкой. Можно просто делать некоторые, как опудривание, вот такое вот через сито, любым способом. Золу вот таким томатом можно дать в сухом виде, как я сейчас. Можно дать в растворенном виде. 100 грамм золы на ведро воды. 100 грамм это стакан. Но обычно это вот стандартный такой прием. Стакан золы растворяем в ведре воды и пошли по лункам подкармливать. Так же, как вот фабричным удобрением. Там пол литра, литр в луночку разливаете, насколько хватит. Дальше еще одно ведро растворяете. Все. Вот этот ролик получился намного короче, потому что этим томатам никакой поддержки не нужно. Никаких они не вызывают ни жалость, ничего. Даже на них глядя, думается, что даже и подкармливать их не нужно. Но фосфор и азот все-таки им нужен. Зола им не помешает. Так что есть такие томаты, которые, вот как они попали в такой благоприятный момент. Холода уже прошли, но жара еще не наступила. Я их высадила, я же не знала, что будет такая жара. Они прекрасно укоренились. В следующем видеоролике я покажу те томаты, которые я высадила, но они до жары не успели укорениться. Они мучились на жаре, они выглядят хуже. Как подкармливать буду их я? Да, вот у меня все три разных будет, самые хилые вы посмотрели, вот эти самые сильные посмотрели. Следующий ролик будет о средних, средней степени. Они и не сильно хорошие, но и неплохие. Но их тоже нужно немного подкармить, поддержать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я говорю о подкормке томатов в открытом грунте. О том, что нужно смотреть по внешнему виду. Каким-то нужно всего лишь ложечка золы, а каких-то нужно подкармливать комплексным удобрением. Все, до свидания.